Аплодисменты Это просто все-таки невероятное В этот серый брачный день Вдруг был собирается целый центральный дом художника Спасибо большое за победу Я чуть-чуть так посмотрел программу и понял, что Программа довольно насыщенная, поэтому Надо больше петь, меньше троить У нас сегодня гости Очень приятные гости Долгожданные гости Но в результате появления этих гостей Которые будут выступать где-то там У второго отделения Структура концерта довольно сильно меняется Я обычно начинаю вот это видео Как? Когда-то мы учились В Георгии Анашеве Васильевне Географическом институте Московского государственного университета Что, собственно, я являюсь честным планом И все это там учились Я учился на кафедре физической географии Зарублежных стран А он, как раз наоборот, на кафедре экономической географии Советского Союза И потом мы жили-жили-не дружили Потом мы начали петь Начинаю петь старые песни А сегодня все получится наоборот Мы все старые песни будем петь на втором деле Поэтому я начну с тобой Следующие песни звучат названия двух музыкальных инструментов «Клавнета» и «Трубы» И зрители моего поколения Вы сидите, о, «Клавнета-труба» Идут ехать Нет, дорогие друзья Это не те «Клавнета-труба», на которых играл замечательный сосед из песни «Единский славный» Это как раз наоборот, те «Клавнета-труба», которые... О, у тебя, вы помните? «Клавнета-труба» и «Труба» понятна Вот мне захотелось, чтобы вот эти «Клавнета-труба» заиграли снова Иaldi Проект И ля фанта прежде шовше, Ведь приходит пора вновь мечтаться, Даже очень уснувшей души. Потому что она, потому что она, А пора в моду тебе не случайно дана. Ведь когда в небесах Дед начнет нас, Для тебя кто-то именно ее. Глазы назад ее время не парит, До того, как наступит пора, А попытки ее против войны пронеской И доводит у меня. А с порою полную смывает, И швыряет туда и сюда. И она не на месте бывает, Даже в пятницу дрожа иногда. Но потом прикликает обратно, Не давая тебе отступать, Ты лишь поменей аккуратно, Подавай ей команду не спать портал. Потому что она, потому что она, У тебя в армутах всего лишь одна. Этот орган не парк, И гадите, Одекватный взамен, И его не найди. То не ветер бушует над полом, То не скоро бежали ручку. Это снова и снова А в армутах Подаю позывные свои, Подаю позывные свои. Подаю позывные свои. Подают Эти Бармута Позырные свои Вспомните «Дихие горе» Знаете, вот следующую песню я Представьте, я не мог, что я когда-нибудь буду петь ее в каких-то залах Она написана абсолютно по всем канонам автостепест Лохматый, небритый студент Мокрая палатка Гитара за 6 рублей 50 копеек Кто помнит гитару за 6 рублей 50 копеек? Шиковская, у меня здесь был винтик С помощью этого винтика регулировалась возможность играть Потому что если неправильный винтик Лохматый Вильченко У нее этот гриф вставал как не должен Вот и все И может быть Лохматый сискот предложить у нее карандаш Потом он продавлялся В одном мудрый винтик подкладывали потом карандашами и кран Песня, которую вы сейчас слышите, была написана на гитаре за 6 рублей 50 копеек Куда был подсунут маленький, но топорик Больше реально ничего не помогал А потом погибла эта гитара, от нее ничего не осталось Но все, что описано в этой песне, все правда, все так и было Мы все ей разъезжались, у нас был очень дружный курс, мы очень любили друг друга И не только друг друга мы долюбили и другие курсы, мы любили вместе с ними Было какое-то удивительное время Мы застали золотое время в Московском университете О чем я страшно рад И наши студенческие практики воспринимались как неотъемленные части жизни Как расставание с друзьями И, наверное, трудно представить себе ту радость, которую испытывал студент молодой Вернее так, никакой email и никакой мессенджер не сравнится с восторгом Когда ты заходишь на почту, например, в поселке Челково-Надо И так, не брешь не страшно Для Ивановича Килищича Да, с вами А с парадоктом Да, вот он У тебя по коже фигут мурашки Потому что твои друзья, которые сейчас находятся в разных концах Советского Союза Да и не только в Советском Союзе, а и с других стран, да, подходило Они написали тебе о том, что с ними происходит Эти письма шли 10 дней, 2 недели, 3 недели А ты заранее знал, что ты заявишь в Челково-Надо И вот ты сидишь, перебираешь эти письма и думаешь Вот, этот человек сейчас там, а этот человек сейчас там В этой песне про всех этих людей идет речь Там даже есть один удивительный персонаж, который сразу узнает эту песню Дело в том, что я, как настоящий студент в кафедре физической географии зарубежных стран Вовсю изучал физическую географию зарубежных стран на примере нашей необъятной родины На возле языка А мой только соратник, студент в кафедре экономической географии Советского Союза Как раз в этот момент изучал экономическую географию Советского Союза У нас студенческие практики в Париже Все это окружено в песне, которая как-то совершенно без моего ведома Вот уже скоро сорат лет, как жива себе и жива Дождь на дырце, пугой с плашной веленой И ночью чернила не миялся с вершин И серой горной пурчавой стеной Песни о чести, держи, расскажи Кто-то от нас в брюке Стиснув фонарик в руке, мерясь в полу Кто-то забыв кругью В соломком огнем краю, пустя в твой полет Где-то в морях неизвестных и слы Бродят суда, словно свыше осколки Где-то в стеклях зацветают полы Там за хребтом мир живет мир шуми А у нас только дождь, а ты слепкует С ножной передон и ночью чернила льется с вершин И серой горной пурчавой стеной Весь мир на честь тебя раскражи Кто-то в измушки весной Тронет безмонкой струной тихо и нежно Кто-то в номер дамы парит На языке говорит, сколько на зарубежье Но расстояние считать не по нам Встретився вновь человек и бог Пусть назовем раздевилась двина А за стеной мир шуми А у нас только дождь, а ты слепкует Спешной передон и ночью чернила льется с вершин И серой горной пурчавой стеной Весь мир на честь тебя раскражи Аплодисменты 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 Еще две очень старых песни Каждая из них будет больше Чем по 20-25, за которые 30 лет Обычно спрашивают, как они песни сочиняются Или никак они сочиняются Как правило, как они сочиняются Годами сочиняются Десятилетиями сочиняются У нас есть песни, которые сочиняются много лет И которым еще и концерт края лет И в связи с этим я собираюсь сделать Такой перерыв в концертной деятельности Наводит, наверное Концерт, который у меня, можно сказать, отчет А потом я сажусь дописывать У меня 42 придуманных, но не дописанных песни Возможно, из-за того, что это получится Есть несколько песен, которые были сочинены Сразу в один песен Всего 4 или 5 жизней Вот и есть Аплодисменты Аплодисменты Искользь с него не два и два и дни Аплодисменты Искользься Немножечко похожа на тебя. О, как ты и необыкновенно! Та женщина, что скромно и сколь уют Несёт хилочистку в сумке старе. Немножечко похожа на твою. Порез за облаком сквозь дождь и гнек. Глядит на двор в подсорную руку. Бурдость Женера летающей тарелки. Немножечко похожа на сын. Включаются череп и дождик гнек. Ведь трудно разглядеть промостлое гнек. Чего-то, что на небо будет свет, И то, чего осталось. И две фигуры посреди стихий, Друг с другом не спускающие глаз, Промокшие стыли и грусти, Такие, не похожие на нас, Счастливые стыли и грусти, Такие, не похожие на нас. Аплодисменты Попугая встреча, Старый ботсман с ними, Я к тебе спину На минуту-другую, Я сопливый матрос, И не дам за шторми, Под калеркой бедро Поддержать не могу я, Не то что боюсь, Просто ж я не привык, Хоть в мои догаданы, Быть пора капитаном. Я хочу все уметь, Расскажи мне, старик, Как быть добрым, большим, Мудрым и постоянным. Так открой место, Тайны древних морей, Ты не знаешь, Чем со мной крыльцам. Ты не знаешь язык Рыбы, птицы, зверей, Ты сумел очень Говорить своим детям. Ручь, чтоб Fa'на Ром Христать из головок. На уши повозняться, Длинногих красоток. Шичок как у тебя, Железь подложечко жгла, Чтоб пожила не сквозь, Сумасшедшее шок. А еще кистер, Как тайфу наводнуть, как не падать за борт, Штормы так же, как в штихе. Объясни, как мне путь, чтобы не утонуть. Расскажи, как мне, чтобы не утопить. Ты же объездил виску, что ж ты, бот, смолчи? Что ж, а птица твоя в танке летит, не мигая? Людно, Господь, ты прав, жить нельзя ничь, Можно лишь ничь. Говорят попугаев, нам по шкуричу живут. Не прочесть ничего, мы наш мир своей. Все испробуем вскоре. И уже ждаю, что греть под солнцем живут. И затем мы идем в беспокойное море. Я уж как-нибудь сам, ну, жизнь на искну изучен. Но можно ли путь, смолчать? Бурь и кровь, не сбегая. Так что ты, душ, маточка, Шторы путь, смолчка. И скажи, помолчай. Судьбу помогай. Спасибо большое. Уместно будет спеть еще одну старую песню, она лишена всякого смысла, но здесь все и самое место. У нас еще будут нескольких таких прорывов. Ну, как еще. Охрон бессмысленный. Оно еще у нас появится дальше. Не волнуйтесь. Но сейчас оно, это мой первый. Первое окно. Сигналы летают и ретранскируют. Вот самое. Охрон бессмысленная. Очень старая песня. Я совсем про нее забыл. Не пел ее. Долгое время. А потом вдруг однажды, несколько лет назад на концерт в Америке ко мне подходят и люди говорят, «А, вы знаете, Алексей, у нас в нашем городе, не помню, в каком части, очень много, вы знаете, во всем мире, огромное количество клубов авторских песен. Их сотни тысяч. Десятки их. Боюсь, с вами, ну, сотни фестивалей авторских песен в мире проходят каждый год. В Америке проходят десятки фестивалей. Я не раз там бывал, там очень интересно бывает, там прекрасные авторы, а твой человек говорит, «Вы знаете, Алексей, у нас в городе есть клуб самодетельных песен. Мы собираемся поем песни, мы ваши песни с Георгием тоже поем». Я вас гордиться, конечно, награда, слава масла Пальца Черезагиала. Он говорит, «Знаете ли мы одну вашу песню поняли?» Я за тебя, как сказать, проще нам будет, проще. «Починем песенную отресту вместо одной группы». «Видят, мы не в этом смысле!» «Мы проникли в ее тайну солнца!» «Мы поняли, что вы имели в виду, когда ее сочиняли!» «И теперь, когда мы поем ее хором, или по одиночке, как пойдет, мы чувствуем свое единение как с вами, так и с теми другими всеми, которые знают, про что это!» Я не стал на него спрашивать, потому что я-то никакого смысла у меня вообще ничего не знал. А потом стал ее каждый раз петь на концерт, надеясь, что об частном повторении я сам пущу. Могу проникнуть ее с ней. История таких, если такова. Будучи еще студентом, я провел в Алма-Ату на фестиваль, тогда это называлось фестиваль студенческого творчества. Там было много всего. Там был фестиваль вокально-инструментальных ансамблей, который был тогда... Зрители моего поколения знают, что такое вокально-инструментальные ансамбли, чем он отличается от рок-группы, и чем все это отличается от испуг. Так вот. Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей был закамуфлирован под фестиваль политических листов. Фестиваль народного творчества там был, там были танцы, там были народные хоры, там была студенческая песня. Я, кстати, принимал участие там, как ротер, я играл в Москве на гитаре, прыгал по сцене и астропричал. А кроме того, там был фестиваль совершенно народный, там были настоящие акюмы, они выступали, один палка и два струна, и они отлично мне вбирали. И сочиняли на ходу то, что им в этот момент приходилось, в этот долг, понимаете? Я думаю, я сижу месяцами, где уже, мы говорим, годами, иногда десятилетиями, а он что видит, про то поверьте. Думаю, неплохо, интересно, а мне слабо, да. И вернулся в Москву и еду в университет на занятия. А, так, кстати, они идут про духа Кыновс, на Евситасе, они идут про духа Кыновс. Это последний предстоит перед дверьми. Идет конкурс Акынов. Выходит молодой Акын, у него инструмент с двумя струнами, и он на них... Аккурс 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 А И так тоже вычислено. Комиссия здесь, да, побеждает, конечно, дурость. Зрелый, умудренный опытом ситуация. Выбегает, говорит, к нему лучше. Убегает, говорит, а нет, скажите попросту. А почему? Вот вы... А он... Задумался. Молодой ищет. Ищет. Вот я, был молод, искал новых форм и думаю, дай-ка я сейчас опишу все, что я вижу, сейчас я за окна троллейлюсь. Вот проезжал я, я знал, как назывался, как фамилия главу, а фамилия троллейлюсь. Какой-то был троллейбус, когда я знал про них на проспект, и проезжал мне по магазин электроника. Ну, как ты еще, да? Тридцать троллейбус. Тридцать третий, что это так, еще какой-то там простыненький. Узнаем их чуть-чуть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот эта песня исключительно из окна троллейбуса. Троллейбус. Троллейбус. В ней больше ничего не было. В ней какого смысла? В ней даже и долгое время сразу же с темы. Магазина не метро, стоят машинчики пожалые, Они хотели электронику, тушительную водой. Но не гонила великой, где приехали пожарные, Видим, работа не рассталась, и пора идти домой. Ай, и он, и чиница, ай, и он, и чиница. Ай, домой уже не хочется, они за гнём бороться происходят, И за гнём бороться хочется, а тут гнём и тройку спасали. Улигар Телефонова, что их встревожил ложным призывам, Связать ту гнём бороться бой там хочется, и всей командой покусать. Улигар Телефонова, где ж его налетёшь, где ж его налетёшь. Улигар Телефонова, где ж его налетёшь. Улигар Телефонова, где ж его налетёшь. Аплодисменты 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 Асад на литвах С полстакана Да и те На обратном труде Растеряли Во браке зерун Растеряли во браке зерун И из тропин Ремонт, как копья Мы свернули в открытое лето Молодые леки разлетали звезды Слышат дерзкие наши шаги Мы стихи сочиняли вдвоем Но сложить не смогли кумбета Ведь на головы были пусты Мы вернулись в заветной прямой Испугавшись, глуштать на заре, Мы оправили счастье рассказ, А нашли только гости земляники Давиду по дороге домой. Всё просыпали, чёртали, Всё просыпали, чёртали. 5-6 назад я выпускил кафедры физической и географии с зарубежной страны. Географический президент Московской инвестиции Никогда первый раз попал на границу США и Канады И своими глазами увидел Ниагарский водопад. Тот самый, про который когда-то. Я знал всё. Ширину, высоту, длину, солёность, плотность, Расход воды, перепад, распад, всё упад. Я знал не только и упашь. Я даже знал, что такое такое. Немного и другое я тогда знал. Но когда я увидел эту мощь, кто-то видел это в живую? 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 Ребята, это нечто. Представить себе, что это... Это такое обыденное явление природы. Это даже не астероид, который едет к земле. Просто водопад. Ты знаешь, что с этой силой ничто сравниться не может. У тебя что-то такое возникает, что хочется... Не надо, что-то такое сделать хорошее. Это плохое. Понимаете? Я сочинил песню. У меня небольшая просьба будет. Чуть-чуть добавьте в ней гитару, а я её приберу у себя. А вы её ещё чуть-чуть добавьте в мундор. Первые тристики добавляете. Прямо туда. Смотрим, что получится. Ещё добавьте. А теперь я в акте мне её уменьшила ещё. Прямо смело ещё. Вот как-то тут, да. Спасибо. Я просто эту песню волнуюсь очень. Я её сочинил, а несколько лет играть мог не мог не учиться играть. Там прямо такое должно быть... Альбом. Песня называется «Мьяга». Скажите мне, куда всегда спешит вода, И можно за хвост поймать Тот мелкий ручьёк, что может без труда Куличики твои сломать Ты помнишь, как тебя весенний первый гром Игручки заставлял бросать И мчаться босиком, салучком и с ведром Кулички своим спасать Вот было в славу, если бы смыть Остановить, потом не уходи Твои волы, измены и земли Твои забруды, твои плотины Но вон фернов, все непрости твои Идут и впрок, и пропадают дары Ведь будучи запруженными ручьей, мой друг Умеют превращаться в неогары Ведь будучи запруженными ручьей, мой друг Умеют превращаться в неогары И что ли вас пожать от водяной стены Теперь же, мартышки, друг И на ветер жишку, вал забрызгал все штаны А шляхами твоих забрут И жизнь так коротка, и вечность так резка И не хватает злов в стране И ты, как идиот, стоишь с ведром песка И маленьким сапком в руке И пусть нас будет промок в сухой бою И в шиме, на праздничном банкете Забудь, мой друг, все игры в ручьи люб Нам не пора, но забывайте И пусть опять не задался стишок И пусть нервят, что пустынь я не мах Не плачь, поверь, все будет хорошо, мой друг Пока не пересохнет, неогарит Не плачь, поверь, все будет хорошо, мой друг Пока не пересохнет, неогарит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О том, как все бы было хорошо, Мой друг, когда мне пересло, Яга. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 На самом деле, это вполне серьезное название одной из песен. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Мой нежный рог, поскорее дырь, и степельница в руках. Без ожигалкой не лишь начнут на мелкие куски. На всей земле нет почти что ничего такого, что могло. Быть адекватной причиной твоей печали и коски. Пускай порой улыбается судьба, улыбка и паракулы. И достается твой праздничный пирог пристрянном погуле. Болей, мой друг, на земле нет ничего морального. Есть у тебя самый лучший в мире я, который все могло. Как капитан, словно темная вода, огромная и плотною. На горизонте появится шинка, как словно я сния. Ты можешь просто рассчитывать на то, что спиною, как спиною. Тебя укроет от яростных штормов твой лучший в мире. Тебя укроет от яростных штормов. Тебя укроет от яростных штормов. Тебя укроет от меня. А если вдруг я раздавлюсь с тобой, На реками, на реками, на реке, на реке, на реке, на реке, на реке, на реке, на реке. И прекратится безумная эта соня, что станет цена над вами. Не греет кровь, не расплеснется земля, не пересомкнет, а просто я не сумею больше быть волшебником твоим. И потому, что гордыня Буян, боясь казаться жалким, не захочется на своих чудес растращивать ваше. А потому, что я просто вечный рамок волшебник зажигал. Я на большом расстоянии от нее без помощи вообще. Вот почему мне не быть твоим огнем, когда начнет смертьматься. Ты потихоньку исчез. Есть активный дар, которым я владел. Я не сумею, не будучи твоим, без воздуха сопраться. Ты из них любых волшебных сил имеется предел. И в час, когда с четырех сторон не дам, находит водопадом. И знамудившись утратишь правый путь. Ты в сумрачном лесу. Ты знай, мой друг, что я буду ребенок, что меня не будет рядом. И я никогда не смогу тебя спасти. Во все-таки спасу. Ты знай, мой друг, что я буду далеко, что мне не будет рядом. И я никогда не смогу тебя спасти. Все-таки спасу. Все-таки спасу. И я никогда не смогу тебя спасти. Я никогда не смогу тебя спасти. И я никогда не смогу тебя спасти. чуть позже, зимой 2013 года. Зима 2013 года, если вы помните, она вообще не кончалась. Она была такая бесконечная. Выражалась такая шутка, что февраль 2013 года по разным оценкам длился от 42 до 68 дней по оценкам разных геологических станций между разными. И никогда не пробовали, займите. Есть там киснити, а есть еще и другие приложения. Погода. Разница между ними иногда составляет 27 градусов Цельсия. То есть один говорит, что там будет плюс один, другой говорит, минус 26. Главное среднеатематический, где-то цены справят. Потому что они и не по этому принципу работают. Так вот, в тот год зима не кончалась. Песня, которую вы сейчас услышите, на песне была примерно 48-го февраля 2013 года, когда зима. По анатомически неверному, но эмоционально очень точному выражению одной из моих друзей, встал уже всем вот здесь, печеным. Захотелось что-то бодрое, веселое, у нас вышло, чтобы отрывало землю, куда-то прикудняло. О, облагородно, и осталось впоследствии на рекламу. Так появилась песня, которая называется «Все пропало». Представляю ее вашему. Все пропало. Похоже, что она не всегда не наступит. Не оставили шансов несчастной планеты Земля. Птицы мечут все с юга на север, бессмысленно читая. Но похоже, что сгинут во праве грядущих леков. Птицы мечут все с юга на север, бессмысленно читают. Птицы мечут все с юга на север, бессмысленно читают. Птицы мечут все с юга на север, бессмысленно читают. Птицы мечут все с юга на север, бессмысленно читают. Птицы мечут все с южным праздником. Охо-хо-хо! А почему же суровой реальности не сообразно? Я какой-то, я там в мультфиль glass неплесен и узух. Мне не страшен ни горный козел, Ни гдежный повстанец, Ни в смесившийся климат, Страну погрузивший в Бургуте. Мне не нужен ваш цирк Юсалей, Покажите мне палец, Вы постигните смысл выражения, Я рожу не могу. Я не псих, у меня лишь чуть-чуть Что-то где-то забылась, И стремительно на ногу ехала, Треснув пашу. Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу. Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо оставшуюся небольшую часть первого отделения. Я хотел бы посвятить одной теме, которая в последнее время стала очень близка. Началось все несколько лет назад. Буквально во слов, нельзя про это не рассказать. Началось все несколько лет назад, когда я прочитал в одном журнале Интервью ударющихся, я считаю, как базитого современности Эндрю Логовера. Все вы знаете наверняка, да? Наша школьная самая грешная волна. В свое время даже играла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, собственно, исторический результат. В Москве, кстати, сейчас идет один из его самых маленьких мюзиклов «Призрым Копера». Я имею честь быть автором русского текста этого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Супер интересная была работа. Чуть больше года она длилась. Я там познакомился чуть ли не вообще с автором оригинального английского ребра. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он проверял, что я делал. Обознакомился и с постановщиками, и с дирижером, и с постановщиком из Нью-Йорска, и с постановками. Невероятно интересная история. И вообще многие спрашивают, чем я занимаюсь? В основном я занимаюсь этим. Это хобби, в котором сейчас у меня возникали прерыв и еще два спектакля. Сейчас будут сочиняться два мюзикла по запасам. Переводится на русский язык. Один сочиняется давно, вторые песни сочиняются. Еще одна есть тайная идея всех псевдонимов сочинить подпольные диспанские песни. АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это сыгрead Я уже жду, тогда у меня кошка с утра будет праздностей. А ведь, бурк – это. И еще более того, что обисходит в мире, – а над нас лучше всего. Но речь не надо. Речь об Энбелуэллэдове Венере, автором бессмертных произведений. Призрыв коперы «Кошки», Иисус Христос… Иисус Христос – суперзвежда у него был. Национальной народной воспомога – русской. Наш колхоз, наш колхоз, Выполнил план по лгою холст. Вы же помните это, да? Лично, что оказывается, была совершенно целая рокопера, называется она «Тягской полиции». Например, апостолы в самом начале «Ты синий взял, что бы это значило синий взял, что бы это было, Феликс и Теплодевич, что бы это было, Феликс и Теплодевич, что бы это было, и вот этот человек, Энгел Лойберд, его это читал в газете, в журнале, автор бессмертного, можно сказать, «А ты, я жена, я люблю жена, я люблю многое, я буду убегать». В одном из своих интервью сказал, «Самое большое несчастье моей жизни заключается в том, что не я сочини его, если бы». Я говорю, «Понимаю, упал то, что не я сочини его резко, я еще и гендерной тема, я не сочинял, даже отрежем, и про ногу не сочинял». Даже обидно. Но я подумал, «А что мне мешают петь все эти замечательные песни в своих концертах?» И понял, что мешают, они написаны в основном на иностранных языках, а петь хочется на свою родную, на свои родные, ну, мои. Я подумал, «А что мне мешает перевести это на мой родной язык?» Потом понял, что мешают мне, что я не все эти не знаю. Здесь вы знаете итальянский? Отлично, можно спело петь. Следующие песни перед ним наносит итальянский язык, которые я не везу к ногу. Но я ее когда услышал, я понял, что ее нельзя. Нельзя везететь по-русски. Тем более, что он припев был в английском, что обличало мне. И вот я иду и другое в результате. Нашел людей, которые хорошо знали итальянский, они не потерялись смысл этой песни. И я понял, что я сразу сходу догадался, про что она. Я угадал, она по-любому. Пауэлл Компет. Вот и вон здесь почти неизвестен. Человеку 77 или 78 лет. Сейчас, боюсь гласить, идут, 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 идут переговоры о его возможном концертном маске. Если это произойдет, ребят, бросайте и все, и бегите. Потому что вы придете, и увидите человека, которому подвусились, который... Он блестящий музыкант, великолепный композитор, он очень странный исполнитель, он поет, стараясь не попасть ни на одну ноту, ему почти все толкались. Он как-то хребит себе что-то в усы. Но каким-то удивительным, зададочным образом, все, что он поет, понятно. И ты понимаешь, что нет не только языков, нет национальности, нет границ. Это все люди придумали. Есть что-то такое. Более важное, что точно, допустим, для тебя, когда я был в позапно за прошлом году на его концерте в Вине, в зале на пять тысяч человек были люди, разговаривающие на всех языках. Он был без переводчика на своем родном итальянском, не говорил больше ни одного слова, и все было понятно до единого слова. Потому что он. Но не все в круге. Он удивительный человек, и я надеюсь, что этот концерт составится. А эту песню, когда он слушал, я понял, что не может быть, что абсолютно гениальную песню можно было в 21 веке сочинить на трех аккордах. А потом даже наступил припев, я понял, что там еще есть полтора аккорда, там четыре с половиной. По-итальянски она называется «Dia con me», что, как мне сказали люди, знающие итальянский, перевод означает «проще отсюда, скорее вместе со мной». Я решил по-русски слишком длинно назвать. По-русски она просто называется «Вместе». Это, конечно, никого не переводит. Это попытка стилистического подражания, попытка воссоздать на русском языке тот волшебный и удивительный верлибр, где нет ни размера, ни ударений, ни строк, ни строк, которым владеет контр-эзуковизм. Павло Кланов. Вместе. 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 Взять и убежать. Разве убежать тебя сомнили? Эта синема фиала? Раз, раз, мир бы не был сыр и жар. Если б не музыка, то единственное, что смысл имеет. Не вспыточен, не вспыточен, не вспыточен мой сладкий сон. Не вспыточен, не вспыточен, но вновь и вновь он снится. Вместе. Вместе. Срыться навсегда. В обороны голубого цвета Глаза на мой прикрыт ныряет. Разве так уж много материалей? Ведь финалу пьесы этой Не повторяется никогда, не вспыточен, не вспыточен, не вспыточен. Мой сладкий сон неизвыточен, неизвыточен, но вновь верно Это мой сердце, вместе, вместе Ду-ду-ду-ду, чипу-чипу-ку, да, ду-ду-ду, чипу-чипу, ду-ду-ду-ду Вместе, взять и убежать Разве мне так много надо, мне на Украине правильно Просто, просто находиться рядом Медленно на глаз горая, теряя, попросаясь взглядом Неизвыточен, 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 мой сладкий сон Неизвыточен, неизвыточен, но вновь верно Это мой сердце, вместе, вместе Ду-ду-ду-ду, чипу-чипу-ку, да, ду-ду-ду, чипу-чипу Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. В этом месте я особенно остро жалею, что не имею это сочиняя. Хотя мне кажется, что если бы я знал Голянский, я бы прям так точно и сочинял. Что там, ты и акоба, ум-ум-ум. Ум-су-у-су. С этой песни как можно это понять? А что касается следующей, я вообще не могу себе представить, что ее мог сочинять. Жить в земле, мне кажется, что это что-то... Это произошло на другой планете. Несколько лет назад, или не несколько, но уже почти десять лет назад. Ирина Макушевский, Ирина вам здесь, наверное, как вообще-то известна. Я, вы знаете, вам и не искать бывал, и, ира, не на всех континентах ещё бы бывал. Но где бы я ни выступал, где бы я ни пил, я когда пою песни из «Рыхла-цепла», которые сейчас в основном скажу, я все время говорю, вот перед пушистым числом мысль перевести на русский язык песни Антонио Карлово-Сожердима, перевести на русские песни, ставшие ядром нового течения в середине прошлого 20-х лета, появился Боссанова, имя, которое здесь, наверное, хорошо известно, и я везде встречаю не только общее понимание, а потом ко мне все переглядут, что впервые меня спрашивают, а потом такие песни и поем. Она считает, что она не авторская песня, а она говорит, что нам все равно. Говорят мне люди по всей планете, включая Австралию, мы на них говорим, пусть приезжали. Мы перевели с ней на русский язык почти больше полутора десятков песен Антонио Карлово-Сожердима. Мы полгода назад даже записали на диск, и мы не можем его вывести на снятый год. Правда, это очень серьезная международная история, с которой мы воюем, боремся, за которую мы бьемся, но мы постараемся в ближайшее время вас с этим потрясающим, на мой взгляд, потрясающим диском, потому что Антонио Карлово-Сожердима делал Вячеслав Сержант, там играет 42 музыканта, большая струбная группа, глуховая группа, такой же красивый. А сейчас мы позволим себе познакомить вас с некими отрывками из этой истории. ПЕСНЯ 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 ПОРЕДЫ ПЕСНЯ Проходит она Столь лет с его стопильными Тельными не сравненно, что каждый готов Угодить в этот плен, а она неизменно Приходит она И словно брома на месте Вновь поражён наповал я Той красотой в каждом жесте Что в мечтах лишь свои прислал я Так о, почему мы не вместе? А зачем я, несчастный, не там рядом с ней Когда оттеканство в своем свете Могу вам отпевать, но восходит она Вдаль в окно книге над морем Устроен, устроен на гимрах Идёт, а танцует Сквозь брики улыбок Сквозь нежные вздохи Прекрежет дик Великое, словно выкрикнет сам И я с ним прошлась по небесам И сам бы мог там-там-там Всегда уходит в роды И соответственно Он, как он повторяет Слово Но меня не заметит Слово яви, мое господи Опять за мною ходит один Падут крапит этот море, лёд, как ветер Уйдёт он опять, не заметит, не встретит Вмиро, сетя, сантиму и мусе Сетя, сантиму и мусе Ты распоряешь сердце Вновь я любуюсь украдкой Той красотой в каждом жесте Что делся мой разум загадкой О, почему мы не вместе О, почему, словно ты И в поводок строить, чьи стрелять Обойти за пятые точки И мы поодиночках по жизни идём Идём, идём, идём Идём, идём Идём, идём Вот это! В этой занятии существует два перевода, две версии перевода, мужская и женская, потому что этот процесс переводов был очень непростой, мы напишем об этом воспоминаниях. Тем более, что я не знаю, не знаю и не знаю, без спорта. Поэтому наши переводы, они в основном как-то наэмоциональность еще базируются. Существует такая вещь, как слова, существует такая вещь, как танцы мужчины, и в конце концов, существует такой. Как ты иначе участвовал, что мы сделаем эту работу, это просто такой вот акт любви к этой музыке, не имеющего никакого, наверное, смысла. Хотя, с другой стороны, когда мы все делаем так легко, оно потом действительно само живет, и мы теперь знаем, что эти переводы подуть, и это, конечно, на то и несчастье. — Будем рассказывать, что приятные исполнительные песни? — Не, не будем, да. — Будем, а то... — Просто про следующую песню, можно сказать, одна из самых известных песен Анатолия Караса Желима. Я, честно говоря, с детства думал, что ее часто играли по радио. Не обращаю внимание на какие-то романтики. Я все думал, что это песня советских композиторов. Она даже переводилась уже на русский язык несколько раз. «Одиннадцать приводов» назывался «Сероглазая мастичка». Второй привод, там, помню, даже одна песня была «Осторожная стопа». Вот, на самом деле, эта песня называется «Самбо на одной ноте». Не в смысле борьбы. Самбо. А в смысле танцев. Да. Ну, там, в другом фанциде он чуть более зажигательный. Песня действительно написана в значительной степени на одной ноте. — Это за месяц сейчас. — Потом, правда, она приобретает. Переведена она практически точно на русский язык. Нам удалось поднести вот весь смысл этой песни. Весь её ненугольный смысл. Я нашёл такую ноту, всех они озвучили. Все оставшиеся ноты отдыхают ветры с ней. Если ноту я другую, я на руках запою. После снова не могу я не исполнить ту свою. Песня. 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 Пре clicking. Льroom той. Назван. Уже поз testimonstrom то, обид天 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!